Ири, а поезд точно в 20.40 приезжает? А то мне кажется мы опоздали. Да, всё верно. В 20.40 прибывает поезд на первый поезд. Запомни, чтобы потом опять не пришлось спрашивать. Чё ты сразу свою бубню включаешь? Умным казаться хочешь? Да пошёл ты! Ну да, ну да. Пошёл я в сраку. Благодарю. Фло, мы вовремя, радуйся. Класс, даже ждать не пришлось. Чуваки, здорово! Здорово, братан! Йоу-йоу-йоу, броу! Хорошо доехал? Цыгане золото не стырили? Хе-хе, да всё отлично, ребят. Доехал хорошо. Кондиционер всю дорогу работал. Охлаждался как мог. Жаль, конечно, только толкан забили, гады. Пришлось топ-краном пользоваться. Хе-хе-хе. Ну ты даёшь, Баклан, целый поясо строить ради того, чтобы баланс скинуть? Это надо же додуматься. Ребят, болтовню ставим на потом. Время уже, пора выезжать. Хе-хе, да, точно. Не понял сейчас. Куда мы собираемся? Что вы задумали? В общем, мы с Флором и Томасом договорились и решились отправиться в Чернобыль. В ту самую зону, мать его, отчуждения. Ты с нами или как? Или всё-таки поедешь, там, через свою Москву, там, ещё что-то делать. Просто такое предложение не каждому даётся, сам должен понимать. Откажешься сейчас, больше ведь шанса это и не будет. Ирия, я же просил это сюрпризом оставить. Ну ты как обычно. Ну, а что сразу я-то? Ребят, я, конечно, бы за, но... Я согласен. В смысле? Так легко? Реально? Ну да. Я сам хотел ещё давно предложить данную идею. Но вы, как обычно, были заняты. Я подумал, что это ни к чему. Ну, раз все согласны и готовы к подключениям, то пора выезжать. Погодите, а где Томас? Он же с вами вроде должен был быть. Да он, как всегда, на связь не выходит. Задолбал уже. Вчера общались, а сегодня и след простыл. Ребятки, молодцы! Не будут ли у вас лишние мелочи? Слышь, пьяница, нет у нас нихера. Иди куда шёл. Так я уже на месте. А, оу, что ты не признал? Богатым будешь. Кхм. Так у меня настолько всё плохо, что ты меня за бомжа принимаешь. О, Владос приехал. Давно тебя не видел. Ещё со времён деле о тёмном лесе. Здорово, здорово. Реально давно не виделись. Смотри, как ты изменился. Ой, говоришь, как моя бабуля. Флорик! Как же я соскучился, родной мой. Ой-ой-ой, Тамасик, ну ты прям реально в лучшую сторону изменился. Возмужал, возмужал. Спасибо, браток. Рад, что вы заметили. Решил, так скажем, поменять что-то в жизни. Кстати, бабуля. Она передала мне закрутки, и чтобы все всё съели. С превеликим удовольствием люблю деревенские помидоры. Ну тогда, в добрый путь, как говорится. И да, уже скоро сбудется моя мечта. Наконец-то! На сервере RPM Roleplay огромное количество шикарных автомобилей. Невероятно плавное управление, система дрифта, рывок с места и физика колёс делают вождение максимально комфортным. При этом для подключения не нужно устанавливать моды или качать лаунчер. Но это далеко не всё. Большой онлайн, уникальная карта, система фракций, брендовая одежда, стильные аксессуары, мобильные телефоны и приложения, голосовой чат, получение гражданства, инвестиции в недвижимость, бандитские группировки, банковская система, бизнесы и оплата картой, Макдональдс? Хм, а вот это уже интересненько. В общем, это, я устал. Заходите и сами посмотрите, как тут классно. RPM Roleplay. Лучший Майнкрафт РП проект СНГ. Ребят, тут это, бензина на километров 20 осталось. Нужно заехать на ближайшую АЗС. У вас есть наличка или деньги на карте? А сколько нужно? Просто у меня не особо много с собой. Полный бак. Ну, где-то 3-4 тысячи, наверное. Хероси. Ну, у меня были деньги на карте около 15 тысяч. Думаю, должно хватить. Отлично. Заодно и еды закупим. Есть предложение? Было бы неплохо закупиться энергетиками. Други пригодятся. Ну, а так можно по мелочам взять. По типу Лейса. С беконом? Не, с крабиком. А как же бабушки на закрутке? Обижайте. Такс, слушайте меня сюда, пассажиры. Возьму две пачки крабов и две с беконом. И хватит тут аукцион устраивать. А то назад отправлю. Бабки на базаре вас быстро примут. Не, ну ты, парень, вообще, конечно, наглёшь. Полностью с тобой солидарен. Здравствуйте. Добрый вечер. 95-й до полного. Третья колонна. Как скажете, вам что-то ещё? У нас есть свежие и вкусные хот-доги на выбор. С курицей, так же с говядиной. Можете, пожалуйста, дать две пачки Лейса с крабом, две с беконом, ну и, наверное, четыре баночки Бёрна, ну и две банки Рэдбула. Так, всё правильно. Две пачки Лейса с крабом и две с беконом. Плюс четыре баночки Бёрна и две Рэдбула. Да, всё верно. Что там по цене выйдет? Секундочку. Так, с вас четыре тысячи четыреста рублей. По карте или наличными? Давайте по карте. Прикладывайте свою карту. Угу, всё, оплата прошла успешно. Возьмите. Да, угу, спасибо большое, до свидания. Всего хорошего, удачной поездки. Парни, не подцепите, колесо пробил, сам поменять не могу. Руки больные, да и спина. Ну как, поможете? Да, естественно, поможем. Проблема-то никаких, пятиминутное дело и всё. Да, парни? Да, почему нет, поможем. Угу, а у вас есть запасное колесо и домкрат? Да, есть. В багажнике лежат. Отлично, тогда погнали. Как вы так пробили колесо? Тут же новая дорога. Вот невезение. У меня грыжа была на колесе. Когда ехал на большую скорость, наехал на яму. И по крышкам лопнуло. Вас не занесло? А то в таких случаях, в основном, нужно удерживать машину, чтобы не вылететь в пювет. Меня не сильно занесло. Поэтому было несложно удержать. Так, так, так. Интересная у вас тут запаска. Ещё с тех времён, но винно-визной пахнет. Да, ни разу не приходилось использовать запасное колесо. Всегда ездил осторожно и бережно. Но, судьба решила, что нужно всё-таки использовать для дальнейшей безопасности. Согласен с вами. Судьбу не проведёшь. Какой же она тяжёлая, блядь. Да, блядь. Что тут за диски? Оригинальные или покупные? Машина полностью оригинальная. Лично модовое пересобранное. И переваренное. Целый год делали. Сын мой помогал. У самого Рейндж Ровер. Приезжает редко. Бизнесом занимается. Эх, ладно. Не буду вас забивать лишней информацией. А вы как? Куда путь держите? Смотрю, куда-то далеко. Мы держим путь в зону отчуждения. Может, знаете такую? В Чернобыле. Да, был я там. Приезжал на недолгое время. Как раз в 80-х годах. Хорошо, что надолго там не остался. Это ж был год, когда произошла авария на ЧАЭС. Хороший город был. Припять. Это было начало новой эры современных городов. Туда почти все молодежь уезжала жить. А вы сами-то с Украины? Не, я родом с Казахстана. В Украину ездил, как в командировку. Хороший заработок был. Да и время сложное было. Понятно, понятно. Ну, это, колесо готово. Можете прямо сейчас ехать на трек. Спасибо большое, парни. Не знаю, что было, если бы не вы. Как я могу вас отблагодарить? Будет достаточно одного спасибо. Удачи вам. Приятной дороги. Да, удачи вам. Осторожнее будьте на дороге. Не гоняйте. Шины нужно раскатать. Хорошо. Спасибо вам. Удачи. Флор, включи радио, а то без музыки как-то не ахти. Хорошо. Сейчас в объем в навигатор, ближайший пограничный пункт, должны этой ночью доехать. Если ничего не случится, конечно. Да не переживай. Все нормально будет. Главное, приберегите энергию. Нам еще зону покорять. Угу. Согласен. 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 У нас сейчас проверять будут. Так что готовь свои документы. Добрый вечер, граждане. Предъявите ваши документы. Доброго-доброго. Секундочку. Сейчас. Да, вот. Держите. Куда путь держите? К родственникам на день рождения брата. 18 лет все-таки исполняется. Как тут такое можно пропустить? Родной человек все-таки. Ничего запрещенного не перевозим? Нет, ничего особенного. Подарки, да вещи. Можете, пожалуйста, подкрыть багажник вашего автомобиля? Да, сейчас. Ага, хорошо. Вот, возьмите документы. Счастливого вам пути. Проезжайте. И не превышайте там скорость. Доброго-доброго. Все хорошо прошло. Приключение на хоз не прицепили? Да, все нормально. Можем ехать дальше. Готовьтесь. Сейчас будут опять проверять. Можем ехать дальше. Можем ехать дальше. Доброго вечера, старший лейтенант Алексей Захарченко. Предъявіть, будь ласка, ваші документи. Доброго вечера. Вот, возьмите. Тут паспорта всіх, хто в машині. Угу, добре. Вийдіть, будь ласка, з транспортного засобу до відскрыти багажник. Что-что? Не совсем понимаю вас. У вас є людина, яка розмовляє українсько? Так, звісно. Флор, нам говорят, вийти з автомобіля і відкрить багажник. Вадим, перевір пока багажник. При собі маєте якісь заборонені продукти або наркотичні речовини? Да ви що, які наркотичні речовини? Немає в нас нічого. Куди ви направляєтесь? Їдемо до Києва, до родичів гостя, день народження брата. Віцнаць років все-таки виповнюється. Як то таке можна пропустити? Рідна людина все ж таки. Машина чиста. Льоха, пішли поговоримо. Вадим, що там в машині? Та, вроді як нічого немає. Тільки якщо щось в рюкзаках заховали. Веди патрона, нехай машина обнюхає. Окей, зараз. Ну що там, а? Довго ще чекати? Хлопці, ви в'їжджаєте в іншу країну. Ми вас мусимо ретельно перевірити. А то раптом ви терорист якісь? Зараз Олексій приведе нашого песика. Та він буде перевіряти вашу машину. Патрон, шукай! Ладно, хлопці. Патрон нічого не знайшов. Так що можете їхати далі. Льоха, віддаєм паспорти. Ось, тримайте. Дарну і вам дороже. Дякую. Все, хлопці, садіться. Погнали. Нужно буде знайти ближайший отель, щоб переночевати. А то встреча з приводником назначена на вечер. Дякую. Проводник скинув свою геолокацию. Супермаркет Сельпо. Стоит вроде как на парковке, поэтому давай туда. Хорошо. Давай сейчас, чуть прямо, и там будет поворот налево. Нам туда. Привет. Я тебя отвлеку ненадолго. Сегодня хочу тебе кратко рассказать о магазине моделей от Гралва Студио. В ассортименте магазинов вас ждут различные модели, начиная от гражданских автомобилей, заканчивая большими самолетами. Также можно заказать модели на заказ и стать обладателем уникального автомобиля для вашего проекта. И да, кстати, сейчас на сайте идет бесплатная раздача моделей. Заходи и забирай их прямо сейчас, не упускай такой шанс. Ну а ссылки на мастерскую моделей в описании. Наконец-то приехали. Задолбали эти сиденья. Спина уже болит. Постою хотя бы. Да ну нафиг. Здание сделано под игру Сталкер. Офигеть. Владос, ну что там? Где проводник? Сколько вы ждать? Он говорит, что стоит на какой-то Ниве охотник. А, так вон стоит Нива. Она, кажется. Погнали. О, парни, здорово. Вам чего? Здравствуйте. Мы с вами только что переписывались в Телеграме. Вы же Сергей? Это вы, хлопчики. Как бы сразу и сказали. Сергей, цена не поменялась? Все актуально? Да, цена все та же. 20 тысяч гривен. Надеюсь, у вас наличка? Да, наличка. Возьмите. Можете пересчитать. Тут ровно 20 тысяч. Не беспокойся, пересчитаю. А пока грузите вещи в Ниву. Свою машину поставьте в парковку. Которая справа. А ее там не заберут? А то все-таки на долгое путешествие отправляемся. Не хотелось бы потом проблем на уши получить. Да не очкуй, малыш. Машинку вашу где тронут? Парковка бесплатная. Там на один дедоксу Жиг уже 4 года не забирает. Лучше все колеса сдулись. Сергей, как мы вообще до зоны доедем-то? И каким образом попадем в саму зону? Сначала собираем вещи и отправляемся в путь до ближайшей деревни Чернобыль. Вот, как бы под детятки. Будем там к вечеру, после чего там переночуем. А парасвет выделится через лес. Там стоит забор, в котором есть небольшая дыра. Туда все сталкеры-новички ходят. Некоторые даже налаживают поставку в зону. Оружие, боеприпасы, провизия и медикаменты. Конечно, легче покупать у военных. Иногда попадаются коррумпированные командиры, которые продают свои же запасы. Коррупция – дело. Хуёво. Ладно, пацаны, что-то мы заговорились. Не успеем до вечера. По коням. Сергей, сколько нам еще ехать до деревни? Да, совсем чуть-чуть. Уже подъезжаем. Смотри в правую сторону. Там должен быть поворот направо. Там и будет наша деревня. Сергей, а где мы будем ночевать? Есть местечко? Да, мы будем ночевать у местной бабульки. Она с дедом живет, так что скучно не будет. Только прошу вас, не пейте с ним грилку. А то завтра не выйдем. А то был у нас такой случай с этим сталкером. Плохо для него кончилось. А что с ним случилось, если не секрет? Да этот конченый напился до звездочки и отправился в одиночку до КПП-детятки. Бевочек искать. Вот и нашел целую банду военных, которая его и приняла. Настучали ему по орехам и отправили его домой на зеленом бобике с мигалками. Прям как президента на Майбахе. Без пробок и комфорт плюс. А вот парни и поворот. Встречайте, деревня детятки. Добро пожаловать. А разве не КПП называются детятки? Так, КПП и называют детятки. Так как находятся около этой деревни. Это же последний плод цивилизации. Дальше только пустоши. Заброшенные деревни и города-призрыки. Города? Их разве много? Так, кроме Припяти, есть еще город Чернобыль. Еще в 2007 году там люди жили. Но после начали забредать мутанты. Да и жизнь людей пошатнулась. После того, как сталкеры начали массово пребывать в зону отчуждения и иногда даже грабили местных жителей. А после 2008 года пришел масштабный выброс, который расширил границы зоны до этого городка. Теперь там аномалии, видимо, не видно. Ладно, ребят, хватит на сегодня вопросов. Уйдите пацанов и давайте двигать хату. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Степан! У нас гости! Шо? Опять Серега сталкеров привез? Здравствуй, баба Морж. Здравствуй, дед Степан. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я это тут самогонку нагнал. Опробуем завстречу. Да тебе дай повод выпить. Хватит спаивать молодежь. Ну что ж, раздовел одного беднягу до белочки. Я, пожалуй, откажусь, дед Степан. Давайте в следующий наскольк-нибудь. Ну, как всегда. Бросили медного деда. Даже выпить не скин. А эликсир-то удачный получился. Внучки, заходите в дом. Сейчас докормлю вас. А то худые, как скелеты. Как раз и покажем, где спать будете. Да, идем, баба Морж. Погнали, ребята. Дед Степан, а ваш эликсир случайно не на кетровых орешках? Да, именно на них. Откуда узнал? За Пашок знакомый, да? Вы вроде хотели за знакомство. Я тебя услышал. Дай мне минуту, а пока. Иди за домом. Сейчас поднесу. Да, классно тут. Давно в деревнях не было. А главное, какой же тут чистый воздух. Не то, что в городе. Так. Как там тебя? Ирихон, можно просто Ире. Странное имя у тебя. Ну ладно. Меня дед Степан зовут. Будем знакомы. Ну что, готовы попробовать аппаратом? Ну а как же. Давайте опробуем. Закусочки-то есть. Обижаешь парень. Есть, конечно. Ну что ж. Давай выпьем за знакомство. Прими как за лекарство. Давайте. Ну вот, почему она себя так. Я же все делаю для нее. Я же его, это, обострою. С вам лично. Своими золотыми руками. Женщина. Ну тут нечего говорить. Вы вообще классный, дед Степан. Столько и сто от вас услышал. Вы прям удачно свою жизнь выражили. Сынок, дам тебе совет по жизни. Никогда. Слышишь? Никогда. Не очкуй. Многое мы теряем, когда боимся. Столько возможностей пролетать мимо глаз. А потом жалеешь, что не сделал то, что хотел сделать. Так что не бойся ничего. Дал цель идти к ней до конца. Вы замечательный человек, человечище. Давно я так по душам не разговаривал. А вот. Вы прям подбодрили меня. Не зря я с вами остался. Спасибо вам большое. Ладно, парень. Иди проспись. А то вам и вправду утром выходить. Путь будет длинным. Так что тебе пора уже. Не хватало, чтобы ты слег поутру. Так что давай. Не буду задерживать. Лешка, спасибо, дядя Семеновна. Вы... Да я уже понял, кто я. Все, иди давай. Эх, молодежь. Какое... Ой, прекрасное утро. Ну что, парни, готовы? Все собрали? Ничего самое важное не забыли? А брата пути уже не будет. Да. Все взяли. Мы готовы. Отлично. Тогда можем выходить. Давайте что ли попрощаемся. Вдруг больше не увидимся. Сплюнь. Все будет хорошо, внучок. Не волнуйся. Серега вас доведет в целости и сохранности. Серега, слушай, не подведи. Доведи ребят без проблем. Хорошие они. Вручайся за них. Хорошо, дед Степан. Все под контролем. Ири, пойди сюда. Возьмешь с собой мой эликсир? Это тебе мой подарок будет. Вдруг пригодится. Возьми. Ох, дед Степан. Спасибо вам за все. И я вас не забуду. Давайте, ребят. Не подведите. Сделайте то, что хотели. Все получится. Ребят, выходим. Пора уже, а то не успеем по времени. Все, дед Степан, бабаш. Спасибо, что разрешили погостить. Нам пора выдвигаться. До свидания. Спасибо за удобство и за знакомство. Да, до свидания. Обещаем привезти сувенирчики. Рад был с вами познакомиться. Удачи вам. Дед Степан, бабаш. Большое вам спасибо, что приютили. Рад был со всеми вами познакомиться. Все, пацаны. Давайте. До встречи, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok